Гость видеопроекта автор сессии МГЛУ, доктор лингвистики факультета философии и филологии Университета Загреба, Хорватия, Горана Бикич-Царич. Благодарю вас за участие в нашем проекте. Загребский университет – это крупнейшее и старейшее высшее учебное заведение Хорватии. Вы выпускница этого университета? Какие дисциплины вы сегодня преподаете в университете? Какие дисциплины вы учите на университете на университете? Сейчас, я учусь в факультете на Философии и Летт. Мы учим, у нас много курса в лингви, много лингви, лингвиев, но также лингви, 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 и тюрк, etc. И есть также другие дисциплины, как психология, социология, этнология, etc. Поэтому мы должны быть большим факультетом, с большим выбором дисциплины. Также у нас есть факультет психологии, где мы изучаем социологические и этнологические науки. Таким образом, наша факультет достаточно обширная. А что отличает Ваш университет от других учебных заведений Хорватии и Европы? В чем специфика именно Вашего университета? Какая разница между Вашей университетом и другим университетом Закреп? Какая специфика Вашей университет? Специфика заключается именно в том факультете, на котором я преподаю. Благодаря широкому выбору программ, я так понимаю, что в Загребский университет ежегодно приезжает большое количество иностранных студентов. Благодаря всем этим программам, я считаю, что есть много студентов из окружающих. Да, 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 да. Да, именно так. К нам прибывает большое количество иностранных студентов. Также мы проводим программу Erasmus по обмену студентов между университетами. И студенты из других университетов приезжают к нам обучаться, а также и наши собственные студенты проходят стажировки в других университетах. А преподается ли в университете Загреба русский язык и русская литература? А можно ли говорить, что есть устойчивый интерес у студентов к русскому языку, к русской литературе, к русской культуре? То есть большое количество студентов выбирает этот учебный курс, где преподается русский язык. То есть много студентов выбирают учебный курс для изучения русской литературе, да? Да, да. Но ваша жизнь связана с французским языком. Но ваша жизнь связана с французским языком? Да. Я учусь на французском языке, на испанском языке и на португе, и потом, позже, я также учусь в университете на русской литературе. И я также говорю итальян, поэтому я учусь на русской литературе. В моем университете я изучала французский, испанский и пертугальский язык. Затем я также прошла обучение романскому языку, и я также говорю на итальянском языке. То есть я чистый романист. Такое обилие языков, которые вы знаете, в чем была ваша мотивация, чтобы изучить столько языков? Вы говорите много языков. Какая была ваша мотивация, чтобы изучить такие много языков? Это очень натуральное для меня, просто. И я также говорю другие языки. Я говорю английский, я говорю, я говорю, я мотивация в английском, в английском. Сейчас я учусь на русской литературе, и это что-то, что я очень люблю. И я тоже хочу сказать, что я comprendсь на русском, и я думаю, что на следующий раз, когда я вернусь сюда, я могу говорить о том, что я могу говорить о том, что я могу общаться с людьми на русском. Для меня это совершенно естественно. Я говорю и на других языках, на английском. Также могу объясняться на немецком и венгерском. И знаю немножечко японского. Я очень люблю языки, и я даже понимаю русскую речь. Думаю, что когда я приеду сюда в будущем, я смогу уже и разговаривать на русском языке. То есть вы изучаете для себя, возможно, и русский язык? Думаю, вы изучаете русский, сейчас? У меня немного, я делаю немного русского раньше, но слишком немного, потому что сейчас у меня есть много обязанностей, так что я не могу посещать много времени, но, да, немного. Да, немного. Перед тем, как приехать сюда, я действительно изучала русский язык. К сожалению, не очень интенсивно, у меня слишком много неотложных дел, но немножечко, да. И я буду продолжать. Мы с вами сейчас находимся в стенах библиотеки Московского государственного лингвистического университета. Наша библиотека славится большим собранием книг, а также у нас есть отдел электронных ресурсов. И вот не кажется ли вам, что сейчас, скажем, интернет из вспомогательного средства обучения становится одним из важнейших и главных средств обучения? Теперь мы находимся в библиотеке университета лингвистического университета. Это было не только что-то, но и что-то было раньше. Но раньше нужно было найти в другой библиотеке, в другой стране, тексты. Сейчас мы можем найти много вещей в интернете. Именно так, потому что в интернете можно найти большое количество статей. Поэтому сегодня заниматься написанием чего-либо гораздо легче. Больше не приходится искать информацию в других библиотеках. Можно просто найти любую статью в интернете. Получается, что современное образование становится подвластным новому типу мышления. То есть у нового поколения студентов уже сформировалась тяга не к бумажным носителям, не к печатным книгам, а скорее к электронным ресурсам. То есть, мы можем сказать, что сегодня они очень влияют на эту тенденцию в интернете. И люди не имеют больше в интернете, чем в книжках, в книжках, в книжках, в книжках. Да. 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 На факультет очень часто приходят очень мотивированные студенты, которых привлекает эта сфера. И тогда я просто показываю им, насколько же прекрасен язык, сколько в нем энергии, сколько в нем жизни. Для этих студентов, конечно же, обучение проходит гораздо проще. И мне легко работать с этим, поскольку я сама очень люблю языки и очень вдохновляюсь ими. Но, разумеется, есть и другие случаи, когда в наш университет приходят не очень мотивированные студенты, которые просто не хотят заниматься ничем другим. С ними сложнее. Но ведь очень важно погрузиться не только в грамматику языка, но и в культуру странно изучаемого языка, историю, традиции. Чтобы лучше понимать язык, нужно понимать историю страны. Это правда, но в самом деле это не suffisant, чтобы планировать в граммах, в языке. Это необходимо планировать в культуру, в традиции, в истории этого страны. Мы не можем не учить язык, чтобы планировать в граммах, в том числе, в историю. Да, я согласен. Я согласен. Entre autres choses, j'enseigne aussi l'histoire de plusieurs langues romanes, donc là j'essaie justement de faire ce que vous venez de dire, donc d'expliquer comment une langue s'est formée, quelles ont été les circonstances culturelles, historiques, etc. Je trouve ça très intéressant aussi. Vous voyez beaucoup d'étudiants dans votre université, des étudiants assez différents. Je voudrais vous poser une question. Comment vous pensez, comment ça arrive quand les étudiants travaillent et font les études en même temps ? Est-ce que ça les aide à étudier ou leur dérange ? C'est une question difficile parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont besoin d'un travail supplémentaire pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer leurs études, pour aider les parents, etc. Ça dépend. Si le travail a une relation avec ce qu'ils font comme études, ça peut les aider. Malheureusement, très souvent, les étudiants font ce qu'ils peuvent faire, et parfois ce travail supplémentaire leur prend trop de temps. Et alors, je vois que parfois ils n'ont pas assez de temps pour faire ce qu'ils doivent faire pour être bons dans leurs études. C'est une question difficile, parce qu'il y a des étudiants, quand les étudiants doivent travailler, ils veulent soutenir leur famille, ou c'est qu'ils ont besoin, pour qu'ils ont besoin d'argent, pour qu'ils ont besoin d'argent. Et, bien sûr, les étudiants sont les étudiants. Je vois que si la travail se trouve dans la salle de professionnal, ça peut, d'ailleurs, ils peuvent aider. Mais, il y a des étudiants, et, à l'heure, on a des étudiants, quand la travail a duré un étudiant, ce qui, bien sûr, négatif, scende-t-il, qui, bien sûr, négatif de la vie. Как бы вы определили основные проблемы современных студентов, современной молодежи на глобальном уровне? С чем сталкиваются, с какими проблемами сталкиваются студенты в вашей стране? Comment объясняете, вы? Вы такие проблемы с основными студentes наоборот. Какие проблемы с студentes сегодняшнее, вы? Может быть, один из них, это, когда они слишком много оп Howard. и много сообществ, их внимание слишком подвесит, поэтому я вижу, что у студентов путают много времени на их телефон портале, и потому что они должны быть связаны все время, они должны отвечать на сообщениях от своих друзей, etc. И я думаю, что этот факт leur pose вопрос для того, чтобы концентрировать на один момент. Вот, так, это может быть на плохой стороне для глобализации и для новой технологии. Но, в общем, я думаю, что новой технологии нам помогут много, поэтому нужно всегда найти правильный мир. Я бы сказала, что основная проблема студентов в том, что они очень сосредоточены на мире интернета и ведут активные страницы в соцсетях. Таким образом, к сожалению, их внимание очень рассеивается. У всех из них есть мобильные телефоны, и они все постоянно проводят много времени в интернете. Они отвечают на сообщения от друзей. Это, конечно же, неплохо, но из-за этого их внимание рассеивается, и они не могут уже столько времени активно уделять учебе. Я бы сказала, что это негативная сторона глобализации и развития современных технологий. Конечно же, я считаю, что развитие современных технологий это положительное явление, однако необходимо находить золотую середину. Я так понимаю, что проблемы во всем мире у студентов одни и те же. Вы и преподаватель, и ученый, вы занимаетесь исследователями. Кого у вас, по собственным ощущениям, больше, ученого или педагога? Вы же профессор, но в таком случае вы занимаетесь исследованием, вы занимаетесь исследованием. В вашем мнении, вы более профессор или более исследованием? Я влюблена и в то, и в другое, и я не могу на самом деле выбрать что-то одно. Согласны? Наши интервью подходит к концу. И в заключение, что бы вы хотели сказать студентам нашего университета? Может быть, какие-то пожелания или напутственные слова? Наш интервью, мы будем продолжать. Но, может быть, вы имеете в виду какие-то слова сказать для наших студентов? Ну, я думаю что жизнь, эта эпоха в жизни может быть, может быть, она более красивая. И, ну, я думаю, что нужно будет обеспечить от всех этих знаний которые профессорами дадут вас. Потому что это эпоха в жизни где мы дадут вас что-то, что-то, мы будем дадут вас дать вам что-то, что-то, то, что-то. Так, сейчас, попробуйте получить все возможное. И я думаю что это одна из ботых этой эпохи в жизни. Я считаю что жизнь студента это возможно самый прекрасный период жизни человека. И я также считаю что необходимо пользоваться всеми возможностями. которые предоставляют вам ваш университет и ваши преподаватели. Когда человек что-то получает на определенном этапе своей жизни потом он должен это отдать передать дальше будущим поколениям. Я считаю что это одна из прекрасных сторон студенчества. Вы должны пользоваться всем что вам предоставляют. Большое спасибо за то что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.